Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Некрос и мы наконец-таки рассмотрим долгожданного Оракула. Давайте без лишних слов. Оракул это явно маг. И судя по тому, что нам рекомендует для покупки игра, это явно саппорт. Он явно саппорт. И очень сильный саппорт. Почему? Давайте рассматривать его способности. Первое это Фочин Сэнд. Конец удачи. Собирает всю мощь и наносит до 300 урона противнику. И чем дольше кастует, тем дольше противник обездвижен. При этом с противника снимаются бафы. Смотрите. Вот, и он не может двигаться, видите. Далее. Далее. Второй скилл у нас называется Фейтс Эдикт. Делает цель неуязвимой к магии. И союзника тоже. Мало того, эта цель теряет возможность атаковать с руки. Вот так. Видите, Сван не может его бить. Третий скилл наносит мгновенно 360 урона союзнику или врагу. Потом эта цель начинает быстро регенерировать. 44 хп в секунду. Всего лечения 396. При этом посмотрите на кулдаун. Всего 3 секунды. Поэтому, если мы хотим надамажить противника. Давайте возьмем Свена. 1100 хп. Если мы хотим его надамажить. Нам нужно дать ему урон. А потом первый скилл, чтобы он снял эффект лечения. Ну посмотрите. Вот это просто мы его надамажили. И он лечится. Очень быстро. А теперь мы это лечение снимем пуржой. Но нам нужно пуржу сбить. Иначе герой будет кастовать ее. То есть нам нужно двинуться. Обратная ситуация. Предположим, нашего союзника жестко надамажили. Нам нужно его вылечить. Но ему нанесется урон. И он может умереть. Когда он на лу хп выбегает. Что нам нужно сделать? Нам нужно дать ему вэшку. Чтобы он не мог бить и был иммунин к магии. А потом нанести ему урон и лечение. Смотрите. Лечение будет работать. А урон не пройдет. И конечно же ульта. False promise. Фальшивое обещание. На 7-8-9 секунд. Наш герой делает цель полностью неуязвимой. Каким образом? Во-первых, она становится невидимой. И весь урон откладывается на потом. Сейчас я вам это продемонстрирую. То есть наш герой, вот допустим Свен, может бить в этом инвизе. Видите, урон по нему не проходит. Его не видно. А потом, когда способность пропадает. Истекает длительность. Он получает урон. Теперь давайте проверять вот что. У нашего Леона есть гем. Давайте проверим, насколько инвиз не пробиваем. Леон с гемом подходит и... И может его бить. Значит, получается инвиз этот контрится. Давайте выложим гем и снова проверим. Не забывайте, что откат у этой способности просто бешеный. Всего лишь 20 секунд. Это смело можно назвать имбой. Видите, не может атаковать. Не может. То есть только ауди скиллы. А теперь давайте проверим, что будет, если Свену нанесут урон, скажем так, смертельный. Которого он не переживет. Но для этого нужно взять гем. Для этого нужно взять гем. Иначе, если я напишу рефреш, то все собьется. Так. Даем ульту Свену. И вот так. И он, по идее, должен умереть. Да, это вполне логично. Свен умирает. Но... Вчера мне Матвей одну идейку. Матвей, либо Вася Дэнди, я не помню. Мы вчера сидели в скайпе, разговаривали. Идейка заключалась в применении креста. Сейчас мы создадим дазла. Ну, допустим, пусть это он и будет. Да. Мана нет, да? Окей. Все. Теперь в ульту дазла. Урон наносим. А потом дазл сам себя даст крест. И не должен умереть. Да, он не умирает, все нормально. Поэтому можно круто заобузить оракула и дазла. И смотрите, через 13 секунд, буквально, да, у меня ульта откатилась. И это значит, что вы очень часто можете делать неуязвимым какого-нибудь вашего разожранного керри. А если у вас еще и дазл есть, то считайте, что у вас просто есть халявный керри, который не умирает, которого не видно, его никак не остановить. В общем, жестко, очень жестко, ребят. Крутой герой, классно саппортит. Очень крутые скиллы, я думаю, играть им интересно. Потому что в разной ситуации скиллы нужно по-разному комбинировать. Поэтому играйте за оракула и тащите катки на саппортах и не только. Все, всем спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. И всем всего. С вами был Некрос, до скорых встреч.